здравствуйте еще раз добрый день меня слышно слышно хорошо видно так у меня слышно да 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 очень хорошо так слушаю вас смотрел вас подписан только недавно начал смотреть так вот посмотрел ролик да про мощи да которые нам выкапывают и потом как выставляют их и люди приходят и молятся ну как бы это неправильно да правильно пообъясняет неправильно когда это ставится знак спасения относительно того что мощи нужно похоронить а мощи это тело труп это прямо было сказано в раю еще ты прах и в прах возвратился в прах а никто чтобы это в материю зашивали в дерево монтировали это все вопреки слова божия поэтому говорю а если где открыто лежат я подойду поклонюсь еще тут такого нету а вот еще мироточивость и ком мы это не не признаем потому что была составлена комиссия патриархии там экономцев во главе был павел флоренский новый что горит не дьявол и над нами насмехается все это дело это мы голову ломаем то есть это все может быть мироточение они от бога я еще думаю что вот епархия да вот она либо людей уже как христиан он как как будто через вот это хочет призвать что все как бы уже да через какие-то поклонства делают чтобы люди приходили или что у них такое происходит вообще в мире уже не как будто не в бога верьте а вот надо проповедовать христа живого уверовать самому и нести благую весть что иисус умер за нас воскрес и придет судить этот мир и мы должны жить по его святым заповедям то все просто быть вадимым духом святым вот у меня вот проблема да вот этим как вот господь чтобы вошел в меня но библию старая читать тяжело меня вот алкоголь чуть-чуть вот это вот меня как вот избавиться вот какие молитвы и может что-то читать на а где живете я живу в кустана казахстан казахстан а вы город новосибирцы знаете так у нас я попутал скажу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет конечно мы добро да значит там есть такой профессор пилипенко и он лечит поркотерапия называется приезжающий там с ним беседует день два три а потом он соглашается в какое время приходит на свою простыньку ложится его начинают пороть сколько сеансов пройдет сто процентов из лечения это газеты аргументы факты все пищат или показывали какие розги он делает это еще в 14 веке в германии царские особы царские дети баловались их так учили казаки плеткой у них это нагайка то есть еще нет у тебя драть надо и все не на вот через кристалла как люди же избавляются не знаю что избавляется я ни одного не знаю чтобы избавлялся когда уверует во христа кристос христос если в душу войдет но это вопрос другой это самая пива так пилипенко вот этот профессор и он и найдите там его все знают договоритесь с ним это недорого все и притом как почему-то когда мужчину женщина порит а женщину мужчина то результат лучше вот это я еще не могу понять почему а чё бороду то зачем бороду то это убрали я не убираю наоборот ну а счет щиты на как у свиньи когда палят ее оставляет такое потом ну да не на мужчина в их храм зайдите посмотрите пророки апостолы христос все с бородами даже вожди атеизма карл маркс фридрих энгельс ленин все с бородами были это сегодня сдурели это гомосексуалисты придумали садомиты проклятые друг на друге женятся мужик на мужике женятся это самые проклятые люди бог живем сжег эти города садом и гоморру да ну вот у нас в церкви да вот находится одна это 8 километров от меня вот подумайте сами вы сегодня первое что сделаете выброси бритву объявите позднее два-три не ешьте не пейте и посмотрите что у вас будет сдвигаться а сами глазами глядите на новосибирск если хотите по-настоящему навсегда избавиться я вам даю рецепт при том человека не убивая тут один из америки появился 23 года я не могу никак от этого отстать называет геи то есть мужеложник я я говорю я знаю да как какое лекарство я говорю деньги нужны деньги есть есть я говорю все будешь вылечен на сто процентов а как ну я тебе сейчас скажу иди на вокзал открой визу там где надо саудовская аравия саудовскую аравию и там придешь и скажешь 25 этаж башлык на голову вниз головой все сто процента извлечения билет в один конец еще хотел спросить про про вангу ведьма ведьма колдунья церковь свое слово сказала колдунья ведьма знала с нечистой силой и весь сказ мне это открыто было сразу когда они а про нее узнал как ее поднял какой-то вихрь какой-то человек да бог разве так дает таланты и она боже сплошь и она знала только убить где вот это вот все это говорила а что своя душа погибла она ничего не видела и сахар положить под голову ну где же так делали апостолы сахара и не было тогда вот кто приходит что знать он должен за сутки передать ей сахар она его сахар под голову положит а потом скажет дьяволиада но господу прикидь только через креста через библию через вот каноны вот ну через вас постыли да вот да вот надо словом божен занимается молиться пост молитва милостыня крепко а пить какая польза питья то я не знаю еще так тянет пить то курят некоторые не могу бросить мне трудно поверить в это даже дышать невозможно где люди этот табачник он не курит от него запах такой вонючий идет просто пустота в душе и когда ты вот это вот заливаешь тебе как будто бы кажется что у тебя все порядки ну пьяницы старство божие не наследуют 1 коринфян 5 глава ты в аду будешь гореть пьяница еще это мало одного это уже достаточно чтобы навсегда выйти из этой заразы ну еще выпил как древние мудрецы говорили добровольное ум помешательства все не я разумом это понимаю как бы у меня один также начал тебе что нравится шататься вот так вот но не так и удочень просто сделай операцию там уже еще кисти все время будет кидать даром будешь ползать и четверенька все тебе надо то еще по-серьезному ты тебе может легче дешевле обойдется сироты никому не нужен бродяга господи спаси спаси господи помилуй вас андрей звать вы хотите мы помолимся о вас я сейчас буду встану молиться тоже встанешь на ноги я прочитаю молитву просто от себя если вы согласны со мной скажите аминь я скажу аминь и вы скажете аминь поняли вы андрей да давайте помолимся три поклона боже будь милостив ко мне грешному создавами господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй приди на помощь этому андрею несчастному избавь его от этого смертельного порока пьянства коснись его сердце дай ему духом святым любовь к тебе понятию скоротечности жизни чтобы в этом состоянии он не ушел отсюда без покаяния тебе божья хвала слава счастье поклонения отец сын и святой дух аминь аминь все господь примет молитву ты содействуй златоуз говорит не я не бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь сейчас проверю себя где у тебя бутылки есть выли и все разбей и не прикасайся ни под каким видом если сильно тебя будет искушать сатана можешь мне позвонить и вместе помолимся опять но в руки не бери уже никогда не ходи там где подают счет и думаешь такой здоровый вон смотри какой это как хомяк отъелся надо надо жить красиво и интересно прозрачно все перед богом время не хватает у вас лагеря закрыты закрыты санэпидемстанция добилась этого чтобы никак нельзя штрафами по миллиону давят ну враги враги а другие враги государства я начальник детского лагеря 45 лет ни одного несчастного случая без помощи государства тысячи детей подняли в любом государстве я бы рядом с президентом сидел а здесь тебя жмут давят и все паразиты их поставить до 33 тома или больше 38 я вот сейчас скидывал вам дар нет вы не вы не вы не уже скидывали вот это я вот все там вот ваши книги прям все вот есть я вот зашел прям по сайту я вашу скину сейчас мой материал скину книга кистину православие страница о пьянстве обязательно считайте каждый день это моя книга я 40 лет 40 лет эту книгу писал спасибо большое ну все тогда андрей с богом они вот господь аллилуйя